12 февраля 2011 год В габаритах соперников Федор провел достойнейший поединок. Но сумасшедшая разница в весе и возрасте между соперниками дала о себе знать. Плюс ко всему Федор выходил на поединок не в лучшем своем состоянии. И в итоге Федор потерпел сокрушительное поражение впервые в своей карьере, чему Бигфут Сильва был очень рад. Федор избрал. Встречу. Федор боковой. Есть! Попадоческий кондиционер позволяет большое количество ударов в себе просто принимать. Федор стоит, отдыхает. Ага. Переводит. Стараться. Ага. 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 И пошел. Пошел болевой. Ну, перебросить. Да, что-то черный пояс поджижитель здесь не так просто. Федор не побежал. Как практика и показала. А вот тут аккуратнее. Ой. Еще получать. Федора не надо, не надо, не надо рубиться. Побить его. Просто побить его. Постучать. Постучать сейчас. Федора отключится и будет спокойно бить. Блять. Здесь уходить, уходить. Сел. Маунт. Уходить в очередной раз. Ну, конечно, не тяжело. Прошли. Два удара прошли. Но здесь, конечно, хватило бы сил. После этого, ровно через пять месяцев, 10 сентября 2011 года, на следующей стадии Гран-При Страйкфорс, обидчик Федора Антонио Сильва встречается с американцем, большим фанатом Федора, Даниэлем Кормие. И в этом поединке более молодой чем Федор Даниэль Карми устраивает Бигфуту настоящую проверку на прочность. Ну а как прошел поединок и чем он завершился вы увидите далее друзья. Вот так 10 сентября 2011 года. Даниэль Карми отправил нокаут Антонио Сильву и в итоге стал победителем Гран-При Страйкфорс. Ну а мы желаем и Федору и Карми и Бигфуту дальнейших успехов в жизни и самое главное желаем им здоровья. Ну а вы друзья если вам понравился наш ролик ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Нас на канале уже 260 тысяч человек. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч друзья. Субтитры сделал DimaTorzok